Розыск угнанных машин не ограничивается полномочиями только региональной полиции. Иногда к поискам подключаются и зарубежные эксперты. С их помощью удается установить истинного владельца, даже если авто было похищено много лет назад. Подобный пример в следующем сюжете. Свою ласточку житель Новосибирска последний раз видел 15 лет назад и уже не надеялся на встречу. Сразу после покупки в 2006 году машину угнали прямо из гаража. Только на днях ее смогли обнаружить в Иркутске. Хозяин приехал за ней и теперь автомобиль отправится домой. Ваша первая реакция когда? Как вам было? Как говорится, чудеса случаются. Для кого-то чудо, а для кого-то работа. Машину во время рейда для досмотра остановили инспекторы ГИБДД. Они и заметили изменение номера на двигателе. Эксперты-криминалисты это подтвердили. Возбудили уголовное дело. В дальнейшем к расследованию подключились сотрудники Иркутского Интерпола. Во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов Японии, а также представителями завода и изготовителя полицейские определили первоначальный номер кузова и двигателя и в дальнейшем установили владельца машины. С начала года сотрудники правоохранительных органов региона при помощи иностранных коллег установили законных владельцев более 20 автомобилей. Большую часть угнанных машин обнаружили в Иркутске, Ангарске и Братске. Транспортные средства попадали к нам из соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. А в той северной столице больше двух лет колесившая по дорогам Прибайкале также недавно вернули владельцу. Возвращаю вам к учет вашего транспортного средства. Ездите без нарушений. Счастливого пути. Спасибо большое за вашу работу. Но работы еще у сотрудников полиции Интерпола много. Но совместные усилия всегда приводят к результату. Юлия Шинкарюк, Олег Федоров. Новости по будням. Юлия Шинкарюк, Олег Федоров. Новости по будням.